Девочка-пай Это уже кусочек видео Так, выезжаем, да? Мы приехали по солнцу Здесь находится музей Посмотрим на башни И найдем, где здесь находится замок Хавкотч Поэтому оплачиваем экскурсию и идем дальше До сих пор работает, функционирует Еще и детей обучают чтению Корана на арабском языке А наши жилые башни представляют из себя трехэтажные сооружения Есть комплексы, где могут быть этажи побольше Но здесь всегда были трехэтажные Еще поднимемся туда И третий этаж считался гостемом Путешествуйте, да? Да, да Первый председатель был Совета Чеченской Республики Он сам отсюда местный Здесь с отличием школы закончил Харьковый институт с отличием заканчивает Очень множество научных трудов Своих монографий Их наград очень много Ну и помимо прочего Всего этого он еще и занимался здесь экономикой образования И повседневные, и боевые, и охотничьи Набивали тури оленей шерстью Она не гниет и не слеживается Например, вот эта изогнутая сабля Это турецкое происхождение Железная рукоять Все об этом говорит Чеченские были прямые Имели деревянную или костяную рукоять А вот этот кинжал Очень старинный кинжал Вот как раз таки он чисто боевой Широкое лезвие, длинное рукоять Все говорит о том, что это боевой кинжал Есть еще наперстки для шитья И иглы, которыми закалывалась верхняя женская одежда Шерстяная как появилась Вот начали использовать вот такие декоративные украшения И здесь еще вот пояс женский Он украшен бирюзой и рубином Ну, в общем, это все серебро с позолотой То же самое считалось, что по мужской линии передавалось А вот здесь вот эти наградники, пояса Передавали по женской линии Это костюмы народов Северного Кавказа Это не только чеченские виды одежды Это черкеска даже получила свое название Потому что именно на черкесах его видели впервые Но каждая народность имеет свое название этого костюма У нас его, например, называют чор Чор? Чор, да Обычай у нас, как считается, подавать пищу в одном блюде И принимать его из одного блюда Это скрепление семейных уст Это слово переводится как борт согласия И, например, исконно наше национальное блюдо Это мясо с галушками Можно было так красиво подать в одном блюде Посередке ставили соус в миске Раскладывали кругом галушки И каждому по порциону свой кусочек нас Например, здесь в семье 10 человек Любой вид, другая обстановка Не пускай кошку туда Ничего себе здесь Сможете вам написать? Нет, немножко нет Придется, я могу Вот, теперь смотрите Это и есть первый этаж Где люди проводили все свое дневное время Можно так образно разделить на две половинки Где отдыхали Вставили вот такие деревянные топчаны В дневное время накрывали шкурами, одеялами А здесь вот зона, где занимались домашними хлопотами Кушали, гости могли принять И по центру проходит вот такой опорный стол Который раньше служил очагом Он был полый изнутри Тепло проводилось по всем этажам Всегда поддерживался огонь И чтобы тепло это сохранить в доме Были вот такие низкиберные проемы Здесь пол приподнят Он уходил вглубь, был глининый И подняли, обложили камень И это испущен потолок Поэтому вот такая высота в помещении Очень старинный медный котел Который принимал участие в разных массовых мероприятиях Основным продуктом у людей было мясо И вот в них варили мясо Это религиозные обряды, свадьбы, похороны Разная повседневная посуда за вами И вот такой треножник-стол Который легко можно было и в стороночку перенести И задвинуть под кушетку Если была необходимость убрать его И он круглый, говорит о равноправии с женой семьи И еще один такой небольшой секретик этого стола В том, что кушая за такими вот столами Люди не переедали Доклонившись вперед, протянув колено к желудку Ощущение сытости наступало быстрее И люди вставали почти не доел И это еще способствовало тому, что действительно Полных этих людей тогда действительно Нигде вообще ни одна фотография, ни одна история Не говорит о том, что они были, существовали Они действительно были подтянутые, сухожилые, мобильные В общем, жидкость стекала А, это в туалет когда ходили? Да, да, жидкость стекала и ребенок во время сна Ну, здесь, конечно, это неправильно все сооружено Она должна стоять, эта трубочка Для девочек, для мальчиков, они были отдельные И вот люди потихоньку-потихоньку Облегчали себе труд Чтобы не мокрое было Чтобы не мокрое было, да Хотя бы чуть-чуть И вот таким образом Обустраивали свой быт Столь нелегкий в горных условиях И вот эти люльки до сих пор действительно есть Просто сейчас они Очень нарядные Вот эти все бастейные При надежности красивые Ну, вот это Ну, смысл остался такой Тот же самый Мне понравилось, как она качается Как бы мы ее не наклоняли Она возвращается в свою ногу Она не упадет? Она не упадет, качественно сделана Вот это да А вы попробуйте Она даже не скрипит Она не скрипит Попробуй толкнуть Это как неваляшка, наверное Да, да, да Она тяжелая? Нет, она легкая Как же она возвращается? Ну, потому что Ну, попробуй Правильно сделана Вся вот клеерпиация Чтобы все было правильно Если где-то будет перевес Естественно, она ухудет Она должна была быть Именно правильно сделана Это мастер должен иметь опыт Вот вы просмотрите Все, все Даже не использовалось Все рассчитано Все рассчитано И нету ни гвоздя Ни клея Все вот Клей Ну, какой-то там Все равно что-то должно быть Наверное Вот такие жернова В домашних условиях Изготавливали муку мелкого помола И это любое из верно Можно было засыпать Перекрутить Естественно, внизу емкость Куда сыпалась мука Собирали потом И вот использовали И основное Это мясо и крупы У людей В пищу использовались Вон, ледники даже видно Ага Вчера один у нас полском заводился на толстый Я вот покажу вам Вот на втором этаже Это второй этаж Писквальный этаж От этого опорного столба И вбелили вот такими плетенными заборчиками Которые смазывались На створом вины Белели Завешивали коврами И можно было спокойно Разграничить на несколько Зонную Да Чтобы Стену Другой мебели Естественно, тогда не было Были полки Крючки Приспособления Разные Для того, чтобы Хранить одежду Сундуки И вот такие Топчаны В основном Вот такая мебель Стол здесь чисто Для интерьеров Кушать сюда не поднимают Не поднимали Эти все процедуры Проходили на первом этаже И вот, как я уже говорила Эта стена полностью закрыта Горой Безопасность Обеспечена Вот эта? Да С первого этажа до третьего И поэтому Склоны поднимаются На третий этаж И вот Эта стена полной безопасности Сторона башни Вот такие камни До сих пор По долинам рек Очень много Там же обтесывали Приносили И возводили эти помещения Вверх И ближе К какой-либо горе Скалей Если местность позволяла Тем самым Они освобождали Плоскогорье Под посевы Под выгон скота Что было жизненно важно Для людей И вот строили Эти башни Вплоть до 18 века Находимся Наверху Да Мечеть Мечеть У тебя На фоне Ледяной горы Вот с другой стороны Все эти башни Жилые Они же выполняли Оборонительную функцию Они оказывается Сделаны как Про что нам говорили Вот видно туда Что это реально Ответственная скала То есть это гора Гора К которой Пристраивали Три этажа И мы сейчас видим Только третий этаж Самый верхний Даже если не четвертый А два этажа вниз Это мы были ранее Они находятся вон там Они пристроены Они находятся Вон они Видно постройки Вон они Вон там Вот это они Два этажа И со стороны дороги Сними дорогу Со стороны дороги Машины Люди Которые здесь Проходили Они видели Лишь отвесную гору И может быть Одноэтажное Вот это Вот здание Вот здесь И все А на самом деле Вот эта Ответственная гора Вот это Это три этажа Вниз Жилое Ну и Помещение От случая военных действий Выполнялись Оборонное назначение Вот так В горах Сделано жилище Действительно Крепость Неприступная Крепость Вот что такое Крепость А где мы Нашел питомца Это местный житель Местный житель Красивый Какая Кейса у тебя Кейса у тебя Продолжение следует... 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 Видимо, если будет там бережок остановиться или доходить в машине. Так, а нам открылся вот такой вид. Это, наверное, будущая гостиница. Я думаю, через год здесь уже откроют гранатный курор. Кататься на гранатных лыжах. Мы уже видим кресельные, как они называются, канатные дороги. Да, кресельные канатные дороги. Очень скоро здесь будет поток людей. Ну, мы первые. Ну, все, наконец мы приехали. Ведучий гранатный курорт. Скоро открытие. Вот подъемки. Вот мечеть справа. Здесь уже асфальтированная дорога, нормальная. Вот сюда люди приезжают. Эдельвейс. И здесь отдыхают. Так, мы вот оттуда поднялись. С гостиницы Астар. И вот мы и находимся на поселке Ведучи. Вот на такой высоте. Такой обзор сверху. Все долинки, как на ладони. Это горнолыжный будет курорт. Ну, мы первые. Мы первые гости в нем. Это 2023 год. Мы приехали. Приехали. Восьмое ноябре. Мы приехали еще до его открытия. Приехали не по асфальтированной дороге, а ох ох ох. Как говорится. Все поезд по асфальту, а мы сюда приехали. А мы первооткрыватели. Здесь. Здесь так прохладно, я не знаю даже какая-то высота. Холодно вот так вот. А, кстати, можешь посмотреть высотомер. Здесь там километр был, а здесь, наверное, километра два. Мы сюда поднимались на машины, даже уши закладывали. Сейчас посмотрим высоту. У нас же есть высотомер. Погнали. Тысяча пятьсот пятьдесят семь высота высотомера. Вот мы сейчас находимся на высоте тысяча пятьсот пятьдесят семь метров. На уровне моря. Вот это высота. Здесь будут горные лыжи, будут кататься вот с этой высоты. Внимание. Так вот, Димочка, у нас на фоне гор. Наверное, месяц. Восьмое ноября. На солнце тепло. Вот даже вот в этой рубашечке тоником на солнце очень тепло. Прям вот шара. Потому что мы находимся на высоте больше полтора километра над уровнем моря. И здесь солнце более активное. И вот в ноябре месяц, несмотря на то, что в ноябре, в ту сторону вообще смотреть. Глаза слезятся. Без очков нельзя. Очень опасно. Поэтому поселок ведучий. Очень красивое место. Смотри, сколько гор. Красивое, красивое. Отсюда хороший обзор. Вниз. Мы это засняли. И потом будем смотреть фото. И наслаждаться пейзажем. А ты приедешь сюда кататься на горных лыжах? Ну, теперь мы знаем, как сюда добраться. Поэтому посмотрим ситуацию. Поехали. Дима едет удивляется, что здесь есть пешеходная. Потому что мы только что поднимались по такой дороге, что вообще ничего не было. Там, где ходят только коровы, козы и овцы. А едем сейчас вообще по широкой дороге по асфальту. Я думаю, что очень скоро откроют курорт здесь. Сюда поедут туристы. Будут смотреть достопримечательности все. Вот он, Эдель, весь недостроенный. Но очень скоро его отремонтируют. Все будет готово к встрече туристов в горнолыжном курорту. Вот они у нас башни эти на видео. Мы все-таки до них добрались. Да. Их там рекламировала Руша. Да? Вон, на самой высоте-высоте. Наша машина добралась? Да. Не подвела? Вот так. Вик. Угу. Пускай. Вик. 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 Так, мы едем пока по асфальту по хорошей дороге. Но здесь вдруг неожиданно. Думаешь, вот здесь асфальт. И туда дальше асфальт. Думаешь, какого хрена. Ведь хорошая дорога. Ага. Зачем налево поворачивать? И вот мы сейчас налево. Потому что мы не знаем, куда ведет асфальт. Нет. Он сказал, туда он не идет, не достроен. Я же спросил. И вот здесь. Наша дорога. Да, нашей дорога. Да. Это мы, конечно, прям на этой машине лихо поднялись. Да? Да. Ну, как-то да. Подъем-то крутой. А я говорила тебе, что... Для такой машины-то это сложновато. Ну, мы, скорее всего, не поднимемся. Я тебе говорила. Для такой машины-то сложновато. Подъем реально крутой. Тихо, тихо, тихо. Что случилось? Так. Мы чуть-чуть заглохаем. Ветер вознул. Вон башня снизу. Смотри. Да, видишь. Вид. Сможешь снять? Издалекого непонятно. Такая вот гора здесь. А что здесь красиво? Вот сюда, вид. Сейчас. Не, ну здесь, где не остановись, везде красивые места, да? Да. Поэтому у нас остановки многие не по плану, но оно того стоит. Правильно? Ладно, едем дальше. Мы увидели живого орла. Только тихо. Не спугните. Так. Вон он сидит. Крылья по ветру. Еще миг и взлетит. Тихо. Тихонько от улицы. Тихонько от улицы. Сможешь, а ставь потише нам. Тихо. Но это... ...почти... Ну вот. Вот там мы шли. Вот там. В небесах где-то. Как было лестница, по которой мы шли? Уже не слышно, что когда-то мы были Ты вот тут хотел взять, да? Едем вдоль скалы Скалы как будто врата какие-то Врата Так, мы въехали в город Шали Едем к мечети Самая крупная в Европе мечеть Так что это гордость всех мусульман Мы чуть не проехали большую, огромную мечеть в гордость всех мусульман Но когда ее увидели, вот она белая, она прям огроменная, красивая, величавая Не знаю, мы чуть не проехали И вот мы здесь чудом просто оказались Идем туда Это гордость Шали Шали, а не Тали Шали, да Если туда подняться, мы увидим сверху красивую мечеть и красивые высотные здания Необычные, пойдем посмотрим Ё-моё, она прям вырисовывается Какой вид здесь открывается красивый, да? Да, я даже не успел подняться Нет Так, вот такой наземный переход на дорогу сделали да идешь по кругу он по кругу сделан и выходишь на шали сити а это шали сити и выходишь на мечеть которая называется гордость мусульман но действительно потрясающе много повернуться и вот она но красота какие цветы и лавочки все еще зеленые клумбы солнце жара и внимание гордость мусульман 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 Дрова, наверное, вот, да. Если они протонут, как маленькие дрова. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Так Пробуем воду Вода чистая как везде просто как и везде Будем набирать? Да Так, Дима пробует воду Да, да, вода хорошая. Дремится. И путь. Так, мы приехали на родник девичьей слезы. И здесь памятник борцу за справедливость Зелимхану. Пойдем посмотрим. Аккуратно. Здесь вот эти ворота такая под намышь. Вот такой мусорский ярус, и кражей, смотрю, течет на нас уже сверху. Девичьей слезы. А это что, олень, собачка. Да. Ух ты, ничего себе, он как водопад. Он прям сверху течет. Да. Вон как течет. Сюда. И дальше каскадом. Сюда. И дальше каскадом. Сюда. Видишь, что он с патронами. Это видео. С киской. С памятником и с конем. О, кстати, у коня есть даже лестница, Вика. Так, ну, садятся. Ну-ка, давай. Ну-ка, давай. А сама ты не сможешь сесть? Во. Ты с кошкой решила? Да. Вика. 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 И водопад девичьи слезы. Вот такой водопад. Так, ну что, я пошел на коня. Вика меня сейчас снимет на коня. А если киска дам? Ну, не надо. Киска мне не нужна. Нет, давай. Если киска, ты мне эту. Так, это у нас памятник Борец за справедливость. Зелимхан Харачуевский. Пойдем посмотрим его коня. А теперь, на, смотришь. Че себе как пусто забралось? Это не просто. Да ладно, просто. У него большего коня. Ничего себе, Дим. Да. Ты хорошо смотришься на коне. Поехали хотели. А че ноги вперед выставил? Так никто не ездит, Дима. Нет. Это не машина с педалями. Нет. Ну, ты чего? Я почему-то уже тормозил. Дима, ну ты как будто на конях не ездил. Так. Сейчас вылетит птичка. А ты видела орла вверху? Конечно. Ты ехала и увидела орла. Вон еще орел. И вон еще орел. Ух ты, настоящий орел, большой. Даже погладить можно. Даже погладить можно. А кошка как реагирует на птиц? Кошка нормальная. Она прыгла, а местная. Она всех животных знает. Здесь животные не изучили. Она тут вместе с ней не живет. А вот водопад Девичьи слезы. Так, ну с обзорной площадки видно ночь и видно огоньки. И больше ничего не видно. Ну и видно какой-то вот городочек там. Вон там. Ну и все. Еще мы находимся на высоте 1630 метров. Еще мы находимся на высоте 1630 метров. Мы находимся на высоте 1630 метров. Вон там обзорная площадка, но в темноте плохо видно. Мы едем на горное озеро Кезины Энг. Сейчас будем заселяться в отель. Но сначала кафе. Сначала покушаем. Мы не обедали, не ужинали. А мы не обедали, не ужинали. А так смотровая площадка, она есть, но с нее не видно низги. Вот там видно какие-то огоньки небольшие внизу под нами. И это, пожалуй, все по обзорной площадке. Но поверьте, высота большая. 1529 метров. 1529 метров. Так, сегодня ночуем здесь. Нам осталось только сюда доехать. Я не знаю, видно, но тут такие звезды и там балдеть просто. Такое количество звезд тут. Это отель Кезины Энг. Он на берегу озера, горного озера. Мы остановились перед отелем, потому что мы ехали, ехали. Кругом были темные-темные горы, подъемы, спуски. И так только мы сюда повернули, это единственный свет был такой. Светлое такое пятно. И еще звезды, но мы их не видим. Да, звезды, но вообще, короче, класс. Короче, едем заселяться. Да. Так. Мы приехали в отель. Кезиной отель. Здесь красивая новогодняя подсветка уже у них. Здесь очень холодно. Высота в районе двух тысяч. Мы замеряли. Замер есть. Вот. Поэтому прям чувствуется, ощущается холодно. Я надеюсь, что завтра нам будет там теплее, чем сегодня. Чем сейчас. Ну ладно, идем. Мы сейчас нам дали вот такой вот. Номер 209. Да. Это что у нас? Как это называется? Забыла. Карточка. Ключ электронный. Ключ электронный. Пойдем смотреть наш номерочек. Пошли. Так, 209 нам куда? Один, два, три, двенадцать, четыре, десять, двести, девять. Ой, это наша. Это наша дверь. Так, что с этим делать? Куда? Сюда, правильно. Может, он уже открылся? Нет? Смотри. Я уже сказала, надо потереть. Номерок. Слушай, ну кровать большое? Да. Телевизор, холодильник, чайник, водичка, красивый вид на горы. Ладно, посмотрим. Все чистим. Ковролинчик. Здесь что, вторая комната? Комната два? У нас тут в номере. Ладно, поживем. Ладно. Так, краткий обзор нашего номера. У нас второй этаж. У нас балкончик. Духспальная кроватка. У нас вид на башне, на озеро. Холодильничек. Угу. Такой номер. Сейчас идем в столовую. Сейчас идем в столовую. Все идем в столовую. Хорошо. Фэн. Шампунь. Зак circumstance. Пал срабить. Блотние, он открыть. Пр み같и breach aproveche. П gefragt, что у нас снова, как опердика, присутствием, в loved emer соли и не исключить сюжетка будет полезным карт animals. Так, нам направо, Дик. У вас греческий салат, странный суп, пюре, салат с орешками, и ухо. Так, приступили к чаю. Держите. Спасибо, спасибо. Горный чай с чабрецом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова